This conference will now be recorded. Светлышева Ольга Юрьевна, с кем-то мы уже знакомы, с кем-то впервые встречаемся. Я более 10 лет работала HR-директором. Преподавание у меня вообще зашкаливает, много-много лет работаю. Я веду курсы по HR-кадровому направлению, в том числе веду еще часть курсов по проектному менеджменту. Поэтому, в общем-то, тема мне достаточно знакома и близка. Я член Национального союза кадровиков, сертифицированный специалист в области кадрового менеджмента, кандидат юридических наук. И начать нашу сегодняшнюю тему мне бы хотелось с истории из собственной жизни. А история такова. В одной организации, где я работала, по результатам за предыдущий год, руководство приняло решение повысить заработную плату, потому что у нас была классная прибыль. Ну, то есть, хорошо поработали, деньги оказались и решили это все в бюджет, значит, на заработную плату. Но самое интересное, это реакция персонала. Значит, когда сотрудникам сообщили эту радостную новость, что будет повышен оклад, окладная часть в первую очередь, то реакция была просто неожиданной для нас. Почему-то это деморализовало наш персонал, так как сотрудники решили, что их хотят еще больше нагрузить работой. Решили, что сейчас будут установлены ключевые показатели эффективности повышенные и будем выжимать из сотрудников все соки. Когда об этом узнало руководство, то начали опускаться в объяснение, говорить, нет, нет, все нормально, что повышение связано с финансовыми успехами бизнеса. Но было уже поздно, потому что, знаете, как в анекдоте, ложечки нашлись, а осадок остался. И персонал воспринял вот это повышение заработной платы не так, как нам хотелось бы. И сегодня я предлагаю обсудить тему управления изменениями и работу с сопротивлением персонала, с применением различных факторов, в том числе психологических и джайл-подходов. Поскольку, перефразируя Ричарда Хукера, всякая перемена, даже перемена к лучшему сопряжена с сопротивлением персонала, поскольку люди не хотят выходить из зоны комфорта. Если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, пишите в чате, я обязательно их потом прочитаю. Вот, но я предлагаю вам обсудить следующие вопросы в связи с этой темой. Во-первых, надо выяснить, почему же люди все-таки сопротивляются даже позитивным изменениям, что их заставляет сопротивляться. Во-вторых, к чему может привести это сопротивление, почему для бизнеса это очень большой риск сопротивления персонала. Дальше мы поговорим о том, какие же методы можно использовать для того, чтобы работать с этим сопротивлением. И как избежать тех ошибок и мотивировать на изменение персонал, тех ошибок, которые могут произойти. Вот, в частности, я вам историю рассказала, что мы сделали неправильно, будем разбираться. И, конечно же, с точки зрения agile, то есть гибких технологий, мы можем использовать историю, связанную... Так, я прошу прощения, сейчас посмотрю, мой экран переключается, все ли видно. Напишите, пожалуйста, плюс, если он переключается. Просто у меня такой интерфейс в программе, что я пока не вижу, к сожалению. Идет ли переключение слайдов? Напишите, пожалуйста, плюс, помогите мне. Все ли в порядке, переключается ли экран и слайды, видны ли? Нет, 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 не переключается. Боже мой, какой ужас, а я так стараюсь. Хорошо, давайте мы тогда, сейчас я проверю установку. Так, сейчас должно переключиться. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь вы видите мой слайд, да, как управлять. Сейчас слышно? Вот теперь да, отлично. И переключается. Слайд номер 4. Отлично. Тогда давайте быстренько сейчас я покажу вам те слайды, которые мы пропустили. Значит, это слайд со мной, это я себе рассказывала. Это истории из жизни, в том числе цитата Ричарда Хукера, которую я перефразировала, что всякая перемена, даже перемена к лучшему, всегда сопряжена с неудобствами. Ну, а я сказала, что сопряжена с сопротивлением персонала. И дальше я перешла к четвертому слайду, где рассказываю о том, что мы будем рассматривать. У нас шесть вопросов, и все эти вопросы я озвучила. Видно слайд, меня слышно. Отлично. Спасибо. Вот эту тему я взяла сегодня из нашего курса «Директор по персоналу». Мы его обновили. Ссылку я вам оставляю. Вы можете посмотреть, пройти по ссылке, посмотреть, что новенького мы придумали. Вот всего 24 академических часа, много кейсов, практикумов, итоговые опросы. И ближайшая очная группа, а очная группа у нас достаточно редко проходит, вы знаете, да. И ближайшая очная группа, можно очень прийти, приехать к нам в учебный комплекс «Белорусско-Савеловский» или по вебинару. Состоится с 19 мая по 2 июня, по воскресеньям с 10 до 17 часов вечера в учебном комплексе «Белорусско-Савеловский». Так что приглашаем вас. Хотя у нас есть разные формы обучения, может быть, кому-то больше подойдет онлайн обучение, или свободное обучение, или открытое. Мы всегда рады вам в нашем центре, в какой бы форме мы с вами ни общались. Ну что ж, начнем с первого вопроса, почему же люди сопротивляются даже позитивным изменениям. Давайте разбираться. Дело в том, что существуют определенные барьеры при внедрении изменений. И эти барьеры мы разделим на две группы. Образно говоря, это объективные и субъективные барьеры. Или по-другому, скажем так, внешние и внутренние барьеры. И все это приводит к выходу из зоны комфорта. То есть, когда мы живем, прекрасно существуем, и вдруг нам раз и говорят, что-то изменится. Это выход из зоны комфорта. И вот эти вот барьеры создают эту неприятную ситуацию. Итак, что же такое сопротивление изменениям? Это нежелание или отказ сотрудников менять привычные способы и условия работы. Давайте подробнее рассмотрим, что относится к объективным и к субъективным барьерам. Начнем с объективных барьеров или внешних. Мы можем назвать их внешними барьерами. И первый внешний барьер – это отсутствие необходимой информации со стороны руководства. Дело в том, что руководители не всегда считают нужным объяснять работникам, как именно изменения будут связаны с их работой, как они скажутся на их работе, на карьере сотрудников и так далее. Это иногда называется музыкой в голове. Знаете, есть такое упражнение, когда человек придумывает какую-то мелодию, выбирает какую-то мелодию и потом пытается карандашом или ручкой простучать эту мелодию. А окружающие должны отгадать, что это за мелодия. Ну, на самом деле, когда музыка звучит в голове, мы понимаем, что мы делаем. А когда окружающие не слышат этой музыки и они не понимают, что происходит, то и получается вот эта музыка в голове. В голове руководителей есть какое-то видение, наши работники этого не знают и нет этой информации. Второй такой объективный барьер – это недостаток конкретики, когда нет четких целей изменений или конкретных показателей. Вот как мы поймем, что мы достигли этой цели, что изменения произошли, что есть какие-то ключевые показатели успеха. И сотрудники испытывают при этом некую такую неопределенность относительно будущего. Ну да, говорят они, вы сейчас будете какие-то изменения внедрять, а чем все закончится, непонятно, потому что нет конкретных показателей. Это объективный. Третий объективный барьер – отсутствие единого подхода со стороны руководства. Я думаю, что ни для кого не секрет, что среди топ-менеджеров и очень часто среди собственников есть такие противоречивые подходы. Один собственник считает вот так, второй так. Договориться они не договорились, начинаются внедрять изменения, начинают. И работники вот на таком распутье, потому что нет единого подхода. Один говорит одно, другой говорит другое, информация размывается, или разные руководители выражают противоречивое видение и создают вот такую опять неопределенность и путаницу среди сотрудников. И четвертый объективный барьер, почему это происходит, такое сопротивление, это быстрая и неожиданная трансформация. Тоже ни для кого не секрет, что собственники... Так, коллеги, у кого включен микрофон, пожалуйста, выключите микрофон. Юрик, привет. Давай с тобой завтра звонимся, а то я на обучение. Замечательно. Я на обучение. Так, выключите, пожалуйста, микрофон, коллеги. Мне сейчас долго искать, у кого микрофон включен, поэтому... Ну, либо в шесть, либо в обед. Я завтра дома. Давай, Маш, давай. Сегодня у нас вообще мастер-класс, класс вообще замечательный. Да, да, давай, хорошо. Так, так. Все. Я надеюсь, что все выключили микрофон. Ну, да, я могу продолжать, друзья мои. Продолжаем. Итак, ни для кого не секрет, что собственники, владельцы бизнеса обладают определенными качествами. Например, это такая харизматичность, да, и жизнь на уровне хочу. Вот я что-то захотел, и мне нужно срочно этого достичь. И когда им в голову приходит какая-то интересная идея по развитию бизнеса или что-то еще, они хотят срочно это видеть. И в результате такие эмоциональные люди приходят и говорят, все, с завтрашнего дня работаем по-другому. И в итоге они институируют такие вот резкие, быстрые изменения, а сотрудники не успевают осознать и перестроиться, потому что нужно время. Даже в Трудовом кодексе Российской Федерации, кто читал Трудовый кодекс, тот знает, даже в Трудовом кодексе дается определенное время, как правило, два месяца, за которое нужно предупредить работников, чтобы они перестроились. Например, при сокращении численности или штата, или при изменении условий трудового договора и так далее. Быстрая и неожиданная трансформация, она выбивает из колеи. И очень часто бывает, что собственник сначала одно придумал, быстренько начинаем вводить. Не прошло недели, как он уже что-то передумал и говорит, нет, будем работать по-другому. Вот это все создает объективные барьеры при внедрении изменений, поэтому люди сопротивляются. Но есть еще и внутренние барьеры, так называемые субъективные. Давайте посмотрим, что же это за барьеры и как с ними работать. Ну, первое, это когда люди не понимают, для чего нужны такие изменения. Широкое мышление и вот такое стратегическое видение есть не у всех, далеко не у всех. Чаще всего им обладают топ-менеджеры и руководители высшего звена. А что касается линейного персонала, то, естественно, у них недостаточно информации, недостаточно информации, недостаточно подготовленности, низкоэкономическая, юридическая подготовка. И они не всегда могут понять, что это такое. Поэтому начинают тоже волноваться и сопротивляться. Второй субъективный барьер – это перестраховка. Страх негативных последствий. Как бы чего не вышло. И сотрудники опасаются, что все это закончится чем-то не очень хорошим. И тогда они стараются не предпринимать никаких действий, не рисковать. Так вот, затихли, может быть, пересидим. Не торопятся выполнять какие-то задания, а вдруг передумают. Третий барьер, субъективный, это барьер привычки. Страх потери статуса. Когда люди привыкли работать одним образом, вот такое наше болото замечательное, вот у нас все так хорошо, тепло здесь. И, как правило, этот барьер присущ работникам, у которых есть большой стаж работы в одной компании. Они не очень гибкие, им сложно адаптироваться к нововведениям. Ну и четвертый барьер, тоже наверняка вам известен, это недоверие инноваторам или негативный прошлый опыт. Ага, я помню, вот в прошлом году мы что-то там тоже пытались выведить, у нас ничего не получилось. Негативный прошлый опыт. Или, например, новая метла, пришел новый руководитель, у него какие-то новые взгляды на что-то, и все окружающие говорят, ну вот, опять, никак там не было, да, и опять. Что-то он там придумывает, а нам придется расхлебывать. И вот такие незаживающие раны, они вынуждают человека сопротивляться. Зачем мне это делать? Лучше я потихонечку посижу, да, и пережду этого. Вот мы с вами разобрали те барьеры, которые извне приходят, и внутренние барьеры. Теперь вопрос. Если с ними не работать, мы знаем об этих барьерах, но мы с ними не работаем. К чему это все приведет? Ну, понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. Потому что последствия сопротивления, любого сопротивления персонала приводят, во-первых, к потере времени. И руководству приходится больше времени тратить на коммуникацию с сотрудниками, на продавливание решения, на контроль выполнения этого решения. Ну, потому что люди не хотят делать, значит, нужно, что, больше усиливать контроль. Второе, это, конечно, финансовые издержки. Мы платим работникам те же деньги, может быть, даже больше, а эффективность уменьшается из-за сопротивления, потому что они неэффективно работают. И в итоге недополучение потенциальной выгоды для работодателя. Еще одно последствие – это утрата доверия руководства со стороны персонала. Работники изменяют отношение к руководству, ну, и в результате, когда мы не доверяем руководителю, то, естественно, снижается мотивация, не хочется ничего предлагать и падает качество работы. И еще одно последствие серьезное – это снижение авторитета руководителя или всего топ-менеджмента, которое может привести к низкому уровню дисциплины. Дисциплина снижается, хаос, несоблюдение сроков, невыполнение задач, ну, и тоже потеря прибыли. То есть это фактически прямое последствие сопротивления при внедрении изменений. Теперь вопрос. Хорошо, мы знаем, что это вредно, что есть какие-то барьеры, что это вредно, но как с этим работать? И вот тут у меня сейчас к вам предложение. Я перехожу к третьему вопросу и расскажу вам о методах преодоления сопротивления персонала. Перечисливаю эти методы, вот, расскажу о плюсах и минусах и попрошу вас внимательно посмотреть, все это будет на экране сейчас выводиться, посмотреть и написать в чате или трех методов, ну, как вы считаете нужных, которые вы считаете являются самыми эффективными при внедрении изменений, при преодолении сопротивления. Значит, слушаем, обсуждаем и пишем свое мнение. Какой метод самый эффективный? Или несколько методов? Разработали Коттер и Шлезенгер. Назвали это методы преодоления сопротивления изменениям. Мы сейчас посмотрим. Всего их шесть. Есть, перечислим. А вы пока подумайте, какой самый эффективный. Итак, первый метод. Все эти методы вам известны, я уверена, но, тем не менее, вот мы сейчас стурируем. Первый метод – это информирование и информирование. Этот метод может включать в себя дискуссии, групповые семинары, отчеты. И на практике это, как правило, осуществляется путем проведения вот таких общений с дискуссией с менеджером для менеджеров низших уровней. Руководители имеют в виду, да, то есть топ-менеджеры общаются с руководителем структурных подразделений, объясняют руководители структурных подразделений, общаются с руководителями секции, бригад, с бригадирами, начальниками смены. Ну, а начальники смены, бригадиры и так далее линия руководства общается уже со своими подчиненными. Какие плюсы есть? Если нам удалось убедить людей, что они часто будут помогать при внедрении изменений, то это, конечно, большой плюс. Но есть недостаток, потому что этот подход может требовать много времени. Если много людей, мы понимаем, что это каскадный принцип, но, собственно говоря, и затраты временные достаточно большие. Второй метод называется участие и вовлеченность. Он заключается в том, что если у нас есть противники вот этих стратегий, противники изменений, то на этапе планирования можно при вовлеченности вот этих противников избежать сопротивления вообще. Есть такое понятие, как серый кардинал или какой-нибудь неформальный лидер. И если он противится сопротивлением, то, естественно, все, кто вместе с ним, они тоже будут заражены вот этим сопротивлением. Если же мы его вовлечем, то будет гораздо проще. Какие преимущества здесь есть? Сотрудники будут испытывать чувство ответственности за осуществление вот этих изменений. Почему? Потому что они вовлечены, они считают, воспринимают это как свое. Но есть и минусы. Этот подход тоже может потребовать достаточно много времени, поскольку это целая процедура, вовлечение и так далее. Третий метод – помощь и поддержка. Когда предоставляется возможность обучения новым навыкам свободного, предоставляется свободное время для обучения и возможность получить эмоциональную поддержку. Коучинговые методы различные и так далее. Плюс такого метода заключается в том, что ни один другой подход не срабатывает так хорошо при решении проблем адаптации к новым условиям, потому что здесь помощь, поддержка и выработка общих решений. Но есть и минусы. Он может быть дорогостоящим и также трудозатратным, и много времени можно на это потратить. И тем не менее можно потерпеть неудачу, потому что при помощи и поддержке тоже нет гарантии, что сотрудники не будут сопротивляться. Четвертое – переговоры и соглашения. Если у нас есть противники изменений, то при помощи переговоров и соглашений можно предоставить их стимулы и перетащить на свою сторону. Например, пообещать после внедрения изменений более высокую заработную плату для конкретных вот этих противников в обмен на изменения рабочего поведения. Плюс заключается в том, что иногда это является простым и легким способом избежать сильного сопротивления. Пообещали, выполнили, все замечательно. Но этот подход может стать слишком дорогостоящим. Представляете, если всем противникам выдавать деньги. Ну и если он ставит целью добиться согласия только путем переговоров. Пятый – манипуляции и кооптации. Давайте разберемся, что же это такое. Манипуляции – это когда руководители пытаются скрыть свои намерения от других людей и пытаются манипулировать их поведением. То есть избирательное использование информации. Информация не полностью передается, а частично только то, что нужно, по их мнению, другим людям. А кооптация – это часть манипуляции, которая предоставляет сотруднику желаемую роль при осуществлении изменений. Если в предыдущем случае мы говорили про деньги, например, переговоры, соглашения, мы вам заплатим и так далее, то здесь мы предлагаем какую-то желаемую роль. Например, вы будете руководить каким-то проектом в этих изменениях при осуществлении изменений. Этот подход может быть сравнительно быстрым и недорогим, что является несомненным плюсом. и может решать проблемы сопротивления. Но здесь же этот метод может порождать дополнительные проблемы, если у людей возникнет чувство, что ими манипулируют. Потому что люди всегда ощущают какое-то давление, вот эту манипуляцию, и тогда сопротивление будет еще больше. И, наконец, шестой метод. Это явное и неявное принуждение, скрытая угроза. В основном заставляет людей смиряться с тем, что невозможно избежать. Угрозы, например, угроза увольнения, угроза снижения роли, статуса, заработной платы, например, возможности продвижения и так далее. Есть плюсы, потому что он быстрый. Надавили и выполнили. Но есть и минусы, потому что это рискованный способ, если люди остаются недовольны инициаторами изменений. Итак, перед нами шесть методов. Напишите, пожалуйста, в чате, как вы считаете, какой из этих методов является самым-самым эффективным. Так, я вижу, что третий и шестой. Первый, второй, третий. Первый, шестой. Первый, второй, третий. Первый, второй, второй, третий. Ну, да, понятно. Мнения разошлись. Посмотрите, пожалуйста, в чате, как много разных мнений. Ну, вот часто первый, второй, третий упоминается. И шестой, и пятый есть, и четвертый тоже. В общем, все методы, да? И совершенно гениальная мысль, я вижу в чате, зависит от целей и условий. Это правда. Однозначно сказать, что какой-то из этих методов наиболее эффективный, мы не можем, потому что это действительно зависит от многих факторов. Например, от целей изменения, от стиля управления, от сроков внедрения, как быстро нам нужно это сделать, от этапа внедрения. И вот сейчас мы как раз посмотрим, как основные стили управления используют эти методы. Основные стили. Традиционный подход. Курт Левин еще когда-то давно выделил три основных стиля управления. Авторитарный, демократический и либеральный. Да, от восприятия людей тоже зависит. Это я читаю ваши комментарии. Кроме пункта шестого других не встречала, пишет Дарья. Да, обычно сразу переходят к шестому. Ну вот в каком случае переходят к шестому? Давайте сейчас еще раз напомним. Все эти методы. Шестое это явно-неявно принуждение, вы имеете в виду. И есть еще метод, читаю в чате, внедрение проводника, то есть одного или группу, которые уже живут в новом и постепенно увлекают остальных своим примером. Да, хорошо. Итак, как это от стиля зависит? Ну, допустим, если это авторитарный стиль управления, то, безусловно, никто там никому прислушиваться не будет и, скорее всего, будут использовать явно-неявное принуждение. Вот то, что сейчас дискуссия у нас в чате, это как раз и говорит о том, что, скорее всего, у вас опыт внедрения изменений именно в компании с авторитарным стилем. Если это демократический стиль, то здесь может использоваться большее количество методов, например, информирование об общении, общение, извините, участие вовлеченность, помощь и поддержка, переговор, соглашение. А либеральный стиль, он может основываться на переговорах, соглашениях, манипуляциях и кооптациях, да, ну, чтобы уйти от проблем, сильно не давить, но, тем не менее, вот что-то предложить работникам. И дальше читаю. Первый метод есть всегда и везде. Это замечательно. Это замечательно. Сейчас мы посмотрим с вами алгоритм внедрения изменений и посмотрим, как эти методы можно использовать на каждом этапе. Я выделила 9 этапов внедрения изменений. Первое, с чего мы начинаем, это диагностика существующей системы. То есть мы понимаем, что вообще происходит в нашей компании, на рынке, сравниваем и так далее. И на этом этапе для вовлечения сотрудников мы используем информирование и общение. На втором этапе создание проектной группы, куда мы включаем топ-менеджеров, линейных руководителей, специалистов, информирование и общение тоже происходит. На третьем этапе мы изучаем, выбираем те формы и инструменты, которые будем применять для работы с разными группами сотрудников. Здесь тоже информирование и общение. Самые эффективные, да? Дальше. Чем дальше влезть, тем больше проблем. Дальше. Создаем проекты базовых документов для того, чтобы зафиксировать те изменения, которые будем вводить. Здесь тоже информирование и общение. И вот, наконец, на пятом этапе уже переходим к участию и вовлеченности. Здесь идет подготовительная и разъяснительная работа с сотрудниками. Объясняем, для чего это нужно. У нас уже есть база, у нас уже что-то там разработано. И вот мы их вовлекаем в этот процесс. Дальше нужно проверить, как эта система работает. И для этого мы проводим шестой этап. Это апробация, подготовка пилотного варианта. И здесь те работники, которые будут участвовать в этом шестом этапе, им нужна помощь и поддержка. Мы им оказываем эту помощь и поддержку. Когда это прошли, нужно внедрить, получить обратную связь и поработать с возражениями. Потому что не все после апробации будут довольны. И поэтому здесь уже включаются переговоры и соглашения. После этого мы вносим изменения в базовые документы. И уже здесь у нас проекты базовых документов. На четвертом этапе, на восьмом мы вносим изменения, знакомим работников. Но работники могут отказаться быть недовольными. Поэтому здесь уже включаются более серьезные методы. Например, манипуляции и кооптации. Для того, чтобы побыстрее завершить вот это внедрение изменения. Ну и наконец, заключительный этап. Когда уже все решено, все выполнено. И вдруг сопротивление все еще есть. Мы внедряем систему во всей компании. Здесь уже не до переговоров. Здесь мы используем самый такой критический метод. Это явное и неявное принуждение. Мы вас предупредили. Если вам не нравится, ну как бы никто никого не держит. Вот примерно так. При этом, нужно понимать, мы к этому еще вернемся. Когда будем говорить про agile. Пока вот эта ситуация. Но хочу обратить ваше внимание, что внедрение изменений может быть только тогда эффективным, когда есть пять основных составляющих. Это когда руководство имеет видение. То есть понимает цели и путь, куда идти. Второе. Когда у тех, кто внедряет изменения, есть определенные компетенции. Навыки. Знания, умения, навыки. Третье. Когда есть мотивация. То есть есть определенные стимулы для того, чтобы внедрить эти изменения. Люди должны захотеть изменений. Четвертое. Конечно же ресурсы различные, в том числе финансовые. Ну и наконец пошаговый алгоритм, план действий. Как мы все это идем. И тогда наши изменения произойдут. Но если отсутствует хотя бы один из этих элементов, то получается следующее. Например, руководство не имеет единого видения. Все остальное есть. В результате получается путаница и хаос. Один говорит одно, второй говорит другое. В общем, что за изменения, непонятно. Если все составляющие имеются, но у тех людей, которые внедряют изменения, нет соответствующих компетенций. Знания, умения, навыков и так далее. То постоянно возникает страх за то, что не получится. Потому что они не знают, как это делать. И вот мы подходим к сопротивлению как раз. Если нет стимулов, то есть люди не мотивированы на изменения, тогда начинается серьезное сопротивление. Если нет ресурсов, разочарование, потому что мы вряд ли достигнем цели. И наконец, если нет плана действий, то фальстарт тоже изменения не произойдет. Нас с вами интересует, конечно же, вот эта часть сопротивления. То есть нам нужна мотивация персонала, нам нужны стимулы. Вот это очень важно. Каким образом эти стимулы озвучить? Во-первых, это, конечно же, коммуникация. Нужно предоставить работникам возможность выговориться. Это всегда хорошо, потому что человек, если он чем-то недоволен, сопротивляется, он выпускает пар. И это первый этап коучинга. Помните, с чего начинается коучинг? Расскажите, что произошло. И человек начинает рассказывать, выговаривается. А когда он что-то рассказывает, он слышит себя со стороны. И пытается сформулировать свои мысли для того, чтобы преподнести эти мысли, донести эти мысли до других людей. Кроме того, у нас есть два полушария. У всех по два полушария. И в этот момент происходит переключение. Справа полушария, которая отвечает за эмоции. Мне не нравится, я не хочу, я не понимаю, что это будет. И идет переключение на левое полушарие, которое отвечает за логику. И в результате человек, когда проговаривает все это, он уходит от эмоций и переходит к логическим рассуждениям. Тогда уже с ним можно говорить. Ну и дальше. Если он чем-то недоволен, наш работник, то пусть лучше нам об этом рассказывает, чем потом пойдет в суд или в гид в Государственную инспекцию труда. И при этом мы получаем дополнительную информацию, которая помогает нам работать в возражении. Вторая особенность коммуникации – сохранять разумный оптимизм. Позитив всегда заразителен, так же, как и негатив, в принципе. Поэтому здесь мы используем при работе с возражениями такие возражения, как «да, но». Ну, допустим, «да, сейчас мы выходим из зоны комфорта, это продлится около трех месяцев, но за то, когда система заработает». Ну и дальше мотивирование, да, что получится у нас. Далее. Еще одна особенность – это то, что лучше недоговаривать, чем обманывать. Можно сказать, например, так. Мы опускаем негативные моменты, сделаем оценку на позитиве. Например, у конкурентов зарплата выше, чем у нас. И вместо того, чтобы говорить «о, у нас все будет хорошо, у нас все отлично», можно сказать следующее. Не договариваем, да. По сравнению с прошлым годом у нас произошло повышение заработной платы. То есть мы делаем акцент не на конкурентах, у которых реально выше заработная плата или по рынку, а по сравнению с собой, с тем периодом, который был до этого. Ну и, конечно же, тщательно подбирать формулировки. Мы отказываемся от негативных частиц, помните, да, «никогда не говори никогда». Например, можно сказать так. Мы не ожидали от вас саботажа нового введения, когда мы работаем с сопротивлением. Здесь частица не отрицательная, мы ее убираем и, например, говорим так. Мы рассчитываем на понимание и поддержку. Или, можно сказать, вы не достигли поставленных целей. А можно сказать так. План выполнен на, предположим, 80%. Давайте разберемся в причинах и решим, как повысить эффективность работы. То есть мы переходим на сотрудничество. Да, спасибо, Татьяна. Максим, надеюсь, что все видно и слышно. Теперь по срокам. Вот пока я вывожу на экран пошаговый алгоритм, он уже вам знаком, я просто сейчас прокомментирую его. Мне бы очень хотелось, чтобы вы написали, как вы считаете, в течение какого времени можно унедлить новую систему. Система может быть разной. Например, это может быть система оплаты труда или какие-то изменения, связанные, например, с переездом в другой офис и так далее. Я вам напомню все 9 этапов. А вы, пожалуйста, напишите, в течение какого времени, плюс-минус, можно внедрить серьезные изменения. Итак, диагностика, создание проектной группы, изучение выбора оптимальных форм, создание проектов базовых документов, подготовительная и разъяснительная работа, апробация, пилотный вариант, обсуждение, получение обратной связи, внесение поправок и внедрение системы во всей компании. Так, я вижу ответы. 3 месяца, 1 год. Ну, за 3 месяца, не знаю, серьезные изменения за 3 месяца внести, не знаю. Если у вас есть такой опыт, здорово. Какие еще есть опыта? 6 месяцев. Хорошо. В зависимости от стратегии изменения от 4 до 6 месяцев, полгода. Коллеги, если серьезно все это проработает, то на самом деле зависит от характера изменений. Да, согласна с вами. От компании зависит. 20 человек, недели хватит. Ну, да, наверное. Но если вы будете использовать явное и неявное принуждение, тогда хватит и одного дня. Вот, а если все делать по-взрослому, то... Согласна, что от многого зависит. Система благ труда меняли полгода. Ну, это самые оптимистичные такие, такое время на самом деле. Чтобы вот это все сделать, пошаговый вот такой алгоритм. Начало одно качественно сделать, потом второе. В крупной организации, да, если действительно такой вот... Помните, когда Герман Греф пришел в Сбербанк и стал руководить Сбербанком? У него была фраза в 2007 году. И она училась, она танцевать. Так вот, в крупной компании, если мы берем большую компанию, то внедряются гадания. Ну, например, вот если мы говорим о нашей ситуации, то давайте посмотрим, как это выглядит. Переход на другую версию программы. Один год, крупная компания. Да, да, спасибо. Например, диагностика до трех месяцев может проходить. Создание проектной группы до одного месяца, потому что, конечно, мы можем за один день создать эту проектную группу, но нам нужно их подготовить, этих людей, и психологически в том числе. Он до сих пор не танцует. Танцует, танцует. Зачем вы так? Вот. Затем мы выбираем оптимальные формы, апробируем, смотрим, какие практики есть уже до одного месяца. Создаем проекты базовых документов. Их нужно разработать, согласовать, утвердить. Ну, в общем, там достаточно большая работа. Подгодовительно-разъяснительная работа с сотрудниками. Апробация тоже длится определенное время. Вообще идеально, когда апробация длится в течение года, когда мы еще не внедрили всю систему, а только-только начинаем апробировать, потому что в течение года многие бизнесы имеют сезонность. И вот пока апробация не пройдет все вот эти месяцы, да, все особенности сезонные, мы не можем сказать, что это хорошо работает. Ну, допустим, апробируем летом, а зимой вдруг снижение, предположим, потока клиентов или наоборот повышение, и все, и наша апробация снизилась. Ну, я написала опять оптимистичный такой подход 6 месяцев, до 6 месяцев. Затем получаем обратную связь, работаем с возражениями, анкетированием, обсуждением, анализ и так далее до одного месяца. Затем вносим поправки, тоже пока согласовываем, пока утверждаем до одного месяца. И внедрение системы во всей компании, на самом деле тоже до года, мы только через год можем сказать, да, что все внедрилось, и результат какой-то есть. Ну, я написала до 6 месяцев. Итого, даже при таком вот раскладе оптимистичном, в среднем до 2 лет. Крупная компания и какой-то серьезный проект. Теперь давайте посмотрим, как можно с этим работать при помощи Agile. Когда-то Карст Дарвин сказал, что выживают не самые сильные или самые умные виды, а те, которые лучше других приспосабливаются к изменениям. Так что же такое Agile, как с ним работать, давайте мы с вами тоже посмотрим. Что такое Agile? Напишите, пожалуйста, в чате плюс, если вы работаете с этой методологией, применяете ее в работе, минус, если первый раз слышите, и знак вопроса, если вы когда-то что-то слышали про Agile, но так слабо себе представляете, как это может работать. Так, я вижу, что больше минусов, всего два плюса, знаки вопроса. Хорошо. Тогда несколько слов о том, что же такое Agile и как его можно использовать во внедрении изменений. Вообще Agile используется в проектном менеджменте и переводится с английского как живой, гибкий, быстрый. То есть это некий подход, некое мышление с определенной системой ценностей. Понятие Agile пришло к нам из IT-сферы. Раньше продукты делались сразу, целиком или по цепочке, и заказчик уже видел готовый продукт. Если ему что-то не нравилось, то, это было еще в прошлом веке, то, естественно, нужно было возвращаться к каким-то этапам и что-то переделывать. Но были инициаторы, которые подумали, а может быть как-то вот иначе подходить к этим продуктам. И тогда стали пробовать новые подходы, когда можно было тестировать и менять продукты в процессе работы. То есть если что-то вот здесь на этом этапе не устраивает, мы сразу же это меняем. И эти подходы назвали гибкими. В частности, в начале нашего века, в 2001 году, вот 17 таких инициаторов, практиков, IT-специалистов, у которых была вот эта мысль о применении какого-то другого подхода, не традиционного, классического подхода, такого процессуального, а какого-то другого гибкого подхода, они вместе собрались на горнолыжном курорте Snowbird в Средних Сустратах Америки и заложили в основу agile. Разработали agile и дополнили принципами, что же это такое, как это будет выглядеть. Они определили четыре основные ценности agile, которые мы тоже можем применить при внедрении изменений, при работе с сопротивлениями. И сейчас вы видите на экране все четыре этих ценности. Я перечислю. Обратите внимание, что в agile считается, что то, что находится справа, имеет несомненную ценность. То есть процессы, инструменты, документация, детали контракта, следование плана. Это очень важно, безусловно. Но больше ценится то, что написано слева. Например, если у нас выбор между людьми и взаимодействиями и процессами и инструментами, мы выбираем людей и взаимодействия. Главное в изменениях это сплоченность команды. Если люди нас будут поддерживать, то процессы можно перестроить, инструменты можно заменить. Главное, чтобы люди поддерживали. Второй момент это работающие продукты важнее, чем черпывающая документация. То есть здесь речь идет о том, когда стоит выбор. Доработать изменения и зафиксировать эти этапы, да, такой бюрократизм некий. Или все-таки фиксировать только самое необходимое, самое главное, чтобы у нас был работающий продукт. Если мы говорим про изменения, то на выходе это вот та самая цель, достижение цели, которую мы, собственно, заложили изначально. Третье. Сотрудничество важнее проработки деталей контракта. Важно, чтобы на протяжении вот всех этих изменений, а изменения это тоже проект своеобразный, да, и получать обратную связь. И если что-то не так, то всегда можно внести часть. И каждый участник изменений будет делиться своими проблемами, и мы в необходимости придем к нему на помощь, и ради общего успеха что-то можем изменить, вместо того, чтобы прорабатывать детали контракта. И, наконец, четвертое. Это реагирование на изменения вместо следования плану. Мы какой-то план создали, но если он не работает, то надо очень гибко и адаптивно реагировать на то, что происходит. Это ключевые требования команде. И требования и условия могут изменяться на любом этапе вот этих изменений. И agile запрещает авралы и пропагандирует комфортный ритм. Давайте посмотрим, как эти ценности у нас смогут работать при внедрении изменений. В agile также есть разные инструменты. Значит, это у нас ценности. Есть инструменты, которые мы тоже будем использовать. Например, один из инструментов называется так. Ну, достаточно так непонятно. Я сейчас объясню, что это такое. IT-специалисты знают, а вот мои коллеги вряд ли, наверное. Итеративная, инкрементальная разработка называется это. Суть этого подхода заключается в том, чтобы не разрабатывать весь продукт целиком и поставлять результат сразу, да, вот как в традиционных проектах это происходит, а действовать постепенно маленькими партиями. Это один инструмент. Второй – регулярная обратная связь. Я думаю, что здесь объяснять не надо, это понятно. Командная работа тоже понятна. И максимальная прозрачность. Четкость, конкретика определенная, да, и чтобы были показатели, по которым мы можем понять, достигли ли мы цель или не достигли. И, конечно же, вовлечение сотрудников на всех этапах. Здесь мы должны помнить, что мы работаем с людьми. И вовлекая сотрудников на всех этапах, мы должны учитывать психологические особенности принятия изменений. Помните, мы говорили с вами, что выход из зоны комфорта всегда неприятно. И вот каждый человек испытывает определенные реакции. Вы наверняка слышали про пять стадий принятия. И вот в данном случае мы будем говорить о пяти стадиях принятия изменений. Система или модель САРАХ. Первое С – это шок, паника, тревога. Когда человеку говорят, что с завтрашнего дня ты будешь работать по-новому, конечно, он в шоке. Как это так? Все было хорошо? И вдруг зачем? Почему? Второй этап – это злость, агрессия и гнев. Когда люди удивляются, никогда такого не было. Это все из-за нового руководителя или кто-то там что-то напридумывал, а мы должны выполнять. Третья стадия – это сопротивление, сомнения, депрессия, сожаления о прошлом. Так было хорошо. Пусть все останется как было. И начинается вот на этом этапе, как правило, начинается саботаж или итальянская забастовка. Когда человек выполняет только те функции, которые у него в должностной инструкции. Четвертая стадия – это принятие, возвращение утраченного равновесия. Да, я понимаю, что это надо сделать. Это только на пользу. И, наконец, пятая стадия – а как этого достичь? Каждый человек при принятии изменений, безусловно, проходит все эти стадии. Другой вопрос, что эти стадии проходятся по-разному. По интенсивности, по длительности, по осознанности этих стадий. Люди по-разному. Кто-то быстрее переходит на пятую стадию, кто-то до этой пятой стадии так и не доходит. И потом работает на уровне сопротивления. Вроде бы уже все внедрили, а он все равно сопротивляется. Вот это тоже нужно обязательно учитывать и обязательно вести различные разговоры, переговоры и понимать, на какой стадии находятся наши сотрудники. Как можно быстрее выводить их на следующую стадию, ну и желательно привести к пятой стадии. Еще один agile подход, и потом уже сделаем вывод. Заключается в следующем. Есть несколько типов работы на проекте. В данном случае мы говорим, опять же, об изменениях. Первый тип А или А, это каскадный процесс. Специалисты работают изолированно. Значит, один сделал первый этап, потом второй какой-то этап делает, третий. Вот они наши шесть этапов. Второй тип Б или Б, это интеграция в точке передачи эстафеты этапов к этапу. Видите, здесь совместно работает. Вот первый этап закончился, еще фактически не закончился, начинается второй. Потом этот не закончился, начинается стыки и так далее, и так далее. Такой перехлест идет. И, наконец, тип С или С, это тот самый agile подход, который мы можем применять в внедрении изменений. Это процесс с перекрытием этапов. Вы видите, да, что эти этапы не просто перекрываются со следующим, нахлест идет, а могут перекрываться даже с предыдущими этапами. Это высокое вовлечение всех специалистов во все этапы работы. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит и как это помогает использованию agile подхода сократить время внедрения и работы с сопротивлением. Итак, еще раз, третий раз уже показываю эту схему. И при этом мы с вами, давайте посмотрим по срокам. Итак, диагностика существующей системы, анализ рынка и все прочее до трех месяцев у нас происходит. Да, с анализом, с выводами, с гипотезами и совсем прочее. До трех месяцев. А дальше вспоминаем, если мы говорим о классическом подходе, то дальше следующий этап тоже какое-то время занимает. При agile подходе у нас эти этапы совмещаются. И пошло, смотрите, как интересно. Параллельно с этапом первым у нас проходят еще четыре этапа. То есть начали первый этап, тут же подключается второй, третий, четвертый, пятый. Люди, которые участвуют в этих этапах, они также вовлечены. Они видят, что идет работа и при необходимости что-то можно изменить. То есть фактически мы за три месяца вот эти пять этапов и применяем. Дальше. Апробация. Когда мы все это сделали, сократили время, апробировали, но апробацию мы сильно сократить не можем. По известным причинам нам надо все это отработать. Здесь так и остается до шести месяцев. Но параллельно с апробацией мы можем выполнять и другие этапы. То есть запустили апробацию и тут же получаем обратную связь. Мы не ждем, пока закончится шесть месяцев для того, чтобы получить обратную связь. Сразу же запускаем, параллельно с этапом шестым. Обсуждаем постоянно, обратную связь даем, работаем с воздражениями, вовлекаем персонал. Тут же вносим поправки в базовые документы, знакомим работников, утверждаем и внедряем систему во всей компании. Таким образом мы можем схлопнуть это с двух лет до одного года. Но опять же мы говорим о какой-то крупной компании, о каком-то крупном проекте, какое-то изменение серьезное. Если компания меньше, это тоже можно сделать, сократив определенные сроки. Как правило, участвуют в внедрении изменений две группы. Это руководство, которое формирует планы изменений, распределяет обязанности, лидерское руководство осуществляет и поддерживает все эти изменения, персонал и так далее. И с другой стороны участвует HR-структура, HR-директор, HR-служба и так далее. Что же делают HR? Они собирают обратную связь от участников этих изменений, анализируют позиции в коллективе, что происходит, такая психологическая направленность, обучают, консультируют, что нужно, как работать с новыми методами и коммуницируют. Постоянно коммуникация идет. Руководство тоже должно коммуницировать, но немного на другом уровне. Все-таки HR-ы поддерживают и курируют все эти направления. Итак, давайте подведем итог. Первое, что мы с вами сегодня выяснили. Люди сопротивляются всегда, даже позитивным изменениям, потому что это выход из зоны комфорта. Это может быть активное сопротивление, это может быть не очень активное сопротивление. Второе, сопротивление персонала изменениям всегда может привести к издержкам. Это потери премии, финансовые издержки, утраты доверия, снижение авторитетного руководства. Третье, для работы с сопротивлением следует использовать различные методы. Вспоминаем информирование, общение, участие, вовлеченность, помощь, поддержка, переговоры, соглашения, манипуляции, кооптации, ну и вплоть до явного-неявного принуждения. Четвертое. Для того, чтобы избежать ошибок, мотивировать на изменения, необходимо учитывать все составляющие. Помните, да, пять составляющих. Это видение, у руководителей должно быть понимание цели и видение результата. Это навыки, то есть компетенции у тех людей, которые внедряют это. Это стимул, желание выполнить эти изменения. Ресурсы, в том числе и финансовые ресурсы, и трудозатраты, ну и план действий. При отсутствии какого-либо составляющего у нас изменения будут неэффективны. Пятое. Внедрение изменений следует использовать гибкий подход agile. Вспоминаем ценности agile. Люди и взаимодействие важнее, чем процессы и инструменты. Работающие продукты важнее, чем черпающие документации. Сотрудничество важнее, проработки деталей контракта. И готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Таким образом, мы с вами разобрали пять заявленных вопросов по теме, как управлять изменениями и работать с сопротивлением персонала. Еще раз приглашаю на курс директор по персоналу. Группа очередная у нас стартует, ближайшая очная. 19 мая по воскресеньям, три воскресенья у нас получаются, в учебном комплексе Белорусско-Савеловский. Там мы рассмотрим и темы изменений, и другие активные темы актуальные. Например, такие, как что такое HR-стратегия, как она разрабатывается, как создать HR-службу с нуля, с использованием digital решений, как правильно рассчитать, оптимизировать количество персонала, или, например, как сформировать и развивать привлекательный имидж работодателя. И много всего еще. Спасибо вам за внимание. Мои контакты у вас на экране. Если у кого-то возникает вопрос, пожалуйста, пишите. Всегда рада. Да, спасибо вам. Благодарю. Еще раз напоминаю, что в личном кабинете весь материал выложен, так что пользуйтесь. И надеюсь, что изменения, которые вы будете применять в своей работе, они будут эффективны с использованием agile технологий. Продолжение следует...